Всем привет, с вами я, Владжер, и сегодня у вас будет продолжение 60 парсек. Погнали! День 5. Наша команда тут в сборе. Диди голодные. А чё, все хотят кушать? Окей, вообще без б... Блин, откуда у нас суп? Сколько у нас супа? Объясним. Давай, покажи. 17 банок супа. Я могу создать коммуникатор? Давай коммуникатор создадим. Так, давайте прочитаем то, что там тут говорят. Вы, потрясающаясь формой, капитан Вэлэс, могли выполнить такие упражнения, как подтягивания, планка, приседания и прыжки вперёд в этих условиях. Вы даже смогли добавить себе нагрузки, поднимая запасные детали шаттла. Покрывшись потом и рыча, вы преодолели эту тренировку, так как будто для вас это было не сложнее, чем раздавить простую банку с супом. Вы, правда, образцовый астрогражданин. Автоматическая программа предлагает награду примерным астрогражданинам из секретного диспенсера вываливаются две банки с супом. К сожалению, это были последние две банки с супом, спрятанные на борту. Или нет? Типа, две банки супа были в корабле. Так просто нам о них не говорили, даже если бы мы умирали. Зато мы самые лучшие астрогражданины. Вот, держи суп. Чё, тебе он нахуй не нужен? Держи суп. Нам как бы он реально нахуй не нужен. У нас как бы супа жопой жуй. Он всё равно не уменьшится. Детей всё ещё предана вам. Вам, наверное, стоит обеспечить себя пайком, капитан. Эпер просит больше рационов. Малыш просит больше рационов. Диди хочет что-нибудь съесть. Значит, все они просят какой-нибудь рацион питания. А одна Диди просит что-нибудь поесть. Оригинальное. Капитан, такое ощущение, что наш корабль расшатался. Вентилятор возле терминала щёлкает. А за одной из панелей большой узел из кораблей. Рекомендую провести генеральную уборку. Лестницы у нас нет. Может быть, залетим на стул и проверим, что там с вентилятором? Или можем распутать кабели? Ну, давайте воспользуемся интеллектом. Потому что, ну, как бы, нам надо использовать интеллект. Так или иначе, если мы не будем никогда использовать интеллект, мы никогда не выполним пять заданий, связанные с интеллектом. Но, тем более, мы умные. Нам, по идее, надо так поступать, да? Так, давайте. Так, все хотят ожирать. Это я знаю. Так, ожирать, ожирать, жирать, жирать. Все. Погнали в следующий день. Я вроде ничего не забыл. День... Сыкс! О! Вместе с одним из членов экипажа вы распутали провода за одной из панелей шаттла. Среди кораблей вы нашли четыре табле... Чё, таблетки, мультивитаминов программы Астрогражданин. Ну, по крайней мере, вам показалось, что это выглядело как мультивитамины. Я всё ещё думаю, что это были мышные фекалии. В любом случае, вы же всё это съели и теперь чувствуете прилив энергии. Это либо робот их подъебал, либо это реально были какашки. Типа, они нашли какие-то маленькие кругуляшки, допустим, коричневого цвета, которые валялись в проводах. Они такие, ум, таблетки. Мм, вкусно. Мм, вкусно. О, сила! И мышки такие, пиздец, он ебанутый. Он сожрал наше говно, блядь. Ещё это величайший Астрогражданин. Пиздун, ёбаный. Так, мыши нафигали вам, вы по-прежнему полностью психически уравновешены. Диди по-прежнему верна вам, а, передана вам. Ну, какая разница, странно, синонимы. Не знаю, дело в ваших умениях или просто везение, но вы смогли изготовить предмет высокого качества. Бинго! Изготовлен, изготовление завершено. Доступен новый предмет. Что? Стереокоммуникатор. Не хри... Стереокоммуникатор. Это хорошо. Я же просто изготавливаю обычный коммуникатор. Вы больше не хотите есть. Эприл в порядке. Супа достаточно. Малыш больше не нуждается в дополнительном пайке. Малыш сообщил, что он рад, что вы его капитан. Диди больше не хочет есть. Диди полная энергии. Посмотрите, она просто светится. Здоровая астрогражданка. Здоровая астрогражданка. То надо вырезать. Работоспособная астрогражданка. Угу. Так. Так. Она... Она... Она же мне верна. Ты мне верна. Ты мне верен. А я в норме. Генихи. 13 банок супа. Льда. Лучшая еда во вселенной. Суп? Не согласен. А ой, я еще могу что-то изготовить. Я могу изготовить артефакт. Давай изготовим. Так. Ой. 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 Что? Что это? Это что? Это как? Погодите, погодите. Надо же превьюху уже сделать. Нормально. Пусть будет этот монитор в качестве превьюхи. Все равно нечего. Обратите внимание, капитан, это весьма необычно. Мы регистрируем неизвестное сообщение, но я не могу определить, кто их присылает. И что еще важнее, каково их содержание. Может быть, дело в помехах из-за вспышки на солнце. А может и кое-чем похуже. Вдруг это новый тип советской кодировки. Да, да, советская, советская. Да, да, русские виноваты. Нам надо шифровать эти сигналы как можно скорее. Насколько можно судить. От этого зависит наша жизнь. Кому вы хотите поручить послушивать эти каналы связи? Так, умный. Ловкая. А, она еще. Дети вроде еще. А, нет. Ну тогда пусть этот, наш капитан, будет работать. А зачем нужен капитан? Капитан нужен, чтобы он делал все. А, все. Капитан больше, как бы, не нужен. Он ими правит, и он должен делать все. Да. Так, пока же все хорошо. Лампочка не светится, значит, нам не угрожает пиздец. Зато эта лампочка светится. И вентилятор тоже все с ним нормально. Так, никто не хотел кушать. Я уже проверял, да. Дэй, сэвен. Первый контакт. Капитан, вам надо это увидеть. Меня не так легко вывести из равновесия, но это один из величайших моментов в истории человечества. И созданного человека ИИ. Шутку ИИ. Окей. Мы не одни в этой вселенной. Сигналы, которые мы приняли, наконец, не сшифрованы. Их присылают инопланетяне. Ну, я сигнал в том, что русские это инопланетяне. Иначе говорят другие формы жизни. И нет, я говорю не о коммуни... Коммунистах. Такого мы еще никогда не видели. Похоже, в этой галактике множество развитых цивилизаций сигналы поступают. Отовсюду. Можешь вернуть и предположить, что с некоторыми из них мы рано или поздно встретимся. Наша, или точнее, ваша жизнь никогда не станет прежней, капитан. Спасибо. Успокоил. Так. А вы потерп... А, я думаю, вы уже потерпели великую, блин, поражение. Вы проверили великолепную работу, капитан. Радиопомехи, которые вам удалось отследить, указывая на потенциальное место для посадки на нашем маршруте. Рассчитанное время нашего прибытия на это небесное тело, чем бы оно то ни было, составляет... Через несколько... Короче, после нескольких математических уравнений, я понял то, что через 4 дня мы уже прилетим на какую-то планету. Это классно. Изготовление завершено. Доступен новый предмет. Артефакт. А, малыш... Малыш позаботит... Чё? Малыш позаботился о своей психике, и теперь он в норме. Только мне кажется, что внезапно он перестал быть растяпой. В смысле? Малыш позаботился о своей психике, и теперь он в норме. Ну да, как бы... Если они тут все радуются, и корова тут такая... О, мои сисечки, потерю их. Ну да, это всё из артефакт. Кто тут такая свинья, блин? Так. Тревога. Что? 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 Звезда в этом секторе только что превратилась в сверхновую. Нас скоро накроют огромной гравитационной волной. Время и пространство будут растягиваться и сжиматься. Гравитация сильно колеблется. А главное, я буду весить тритоны и медленнее передавать сигналы. Чё, чё, чё? Вниз, вниз, вниз. Корпус корабля должен выдержать, а вот более хрупкие вещи внутри. То есть мы. В том числе и человеческое тело, обезьянка Альберт, запущенная в космос и попавшая в такую волну, так никогда и не обрела свой вес. До конца своих дней она оставалась лёгкой, как пёрышко, с риском быть подхваченной ветром. Вам нужен план, как это пережить. Как пережить взрыв сверхновый, который будет растягивать пространство и время. У меня даже в голове это просто не укладывается. Никак. Просто ложиться вот так и прятаться, брать... Ну, пистолет это уже как бы на крайний случай, если уже на то пошло так пил и всё. Ну, наверное, ловкость. Ну, это как бы взрыв. По логике вещей сила нам не поможет. А ловкость, да, типа мы сможем где-то спрятаться, что-то вот это укрыться. Ну, давайте возьмём ловкость. Как-то, ну... Была-не была. Что? А тут же тоже что-то должно быть. Нет? Ну, ладно. Вниз. Так. Я лучше нормально сяду. Дэй, боссы. Так, что? Вы всё хорошенько за... Что? Вы всё хорошенько закрепили и выключили гравитацию корабля, чтобы позволить волнам пройти через него с минимальным воздействием. И тут налетели гравитационные волны. Вы видели, как корабль растягивает и сжимает, словно комок жвачки во рту у огромного космического ребёнка. Ага. Наши... Начал откручиваться болт иллюминатора. Вы неуклюже... Чего? Начал откручиваться болт иллюминатора. Вы неуклюже поплыли к нему и врезались в банку супа. Она последовала за волной, растягивая всё сильнее и сильнее. И взорвалась. Красные капли томатного супа врезались в стену. С неоптическим шлепком. Вы вовремя успели защитить эмулятор. Иллюминатор. А тут надо выяснить один главный момент. Если бы я не успел спасти иллюминатор, что бы тогда произошло? Потому что мы потеряли суп, но мы спасли иллюминатор. Кто не знает, что такое иллюминатор, это вот это вот окно. Ну, наверное, мы... Ну, хотя один болт. Один! А тут видите, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Десять болтов. Стоило ли это того? Давайте прочтём дальше. Так, вниз, вниз, вниз. Наш курс не изменился. Скоро мы приблизимся к потенциальному месту посадки. Расчётное время прибытия три дня. Малыш по-прежнему предан вам, диди. И хочет что-нибудь съесть. О, диди проголодалось. А сколько у нас? Двенадцать. Всё меньше, меньше, меньше. Капитан, до сих пор я поддерживал шаттл в искусственной гравитации, но мне нужно посмотреть, хорошо ли вы и ваш экипаж приспособились к нулевой гравитации, к невесомости. Окружающей среде. А преимущественно невесомость в том, что вы можете поместить что угодно куда угодно, но есть и недостаток. Двигаться будет труднее. Обязательно нужно потренироваться. Однако, если испытания невесомости будут проходить сразу несколько человек, вот царица хаос, кого вы хотели бы выбрать, чтобы он испытал? Так, кто из них самый ловкий? Акробат. Она ловкая, он гибкий. Она тоже гибкая. Ну, самый неловкий это малыш Бронко. Я так понимаю, для тренировки больше подойдёт он, потому что, ну, кстати... Не, у него не добавила сила, хотя он тренировался. Ну, у малыш Бронко очень маленькая ловкость. Если мы её повысим, вероятность того, что мы выживем, гораздо будет больше. Поэтому я думаю, что мы, это... Малыш Бронко будет тренироваться. Так, ты будешь кушать. Так, так, так. Всё, погнали. Восьмой день. Let's go. День... Найн. Ты пиздобол, ёбаный! А что мне даст два этих? Но оно повреждено. Давайте её переработаем, потому что, ну, блядь, ты её сломал, кабан, ёбаный! Ты нахрена на неё сел? Тебе не надо было на неё... И ты ещё хочешь жрать! Пиздобол, ёбаный. Она тоже хочет жрать. Окей, тебе... О, два, три человека хотят жрать. Малыш не пришёл в испытание невесомости. Как только я остановил овращение шаттла, он запаниковал и начал метаться по кораблю. То точно рыба. Вытащена из воды. Короче. Так, я так понимаю, мы увидим планету? Ну, либо давайте до десятого дня просто доживём и закончим над этим видео. Капитан! Чё? Капитан, мы входим в облако космического газа. Его происхождение неизвестно, хотя у меня есть предположение. Фу! Чувствуете запах? Неужели сегодня кто-то забыл потесить зубы? Нет, просто газ просачивается внутрь шаттла. Кто-нибудь может попытаться собрать часть титцы газа, чтобы использовать его позже, избежав последствий. Ну, давай ты. Ты у нас умная, ты хоть понимаешь, что тут надо делать, в отличие от этого толбоёба, которого хочет ещё и жрать. Пиздобог ёбаный. Короче, всем дадим суп. Идём сюда, и Диди не получает суп, потому что она не хочет жрать. Да. Всё, начали. Ой! А что с тобой встало, чел? А, ты газа надышался? А-а-а! Он надышался газа, теперь он такой, о, блядь, класс-класс-класс-класс-класс. Так, давай это, мы... Так они втроём надышались газа. Энергично. Приспешно. Так, наоборот, они надышались газой, и теперь они такие, типа, охренеть, с такой силой я никогда не чувствовал. Да, что ли? Ну, это как-то бредячина какая-то. Я сделал тут скриншот. Короче, вот эти два челика будут на этом... А-а-а... на обложке. Попавший на корабль космический газ собран. Вы постоянно подвергались его воздействию, и это может привести к... Нет. Пожалуйста, вам лучше не знать. Главное, что вам удалось собрать достаточно газа, и вы можем переработать его в полезные реагены. Вы умница! Ой, спасибо, спасибо. Наш курс не изменился. Скоро мы приблизимся к потенциальному месту посадки. Рассчитанное время один день. Завтра мы уже будем всё ещё испытывать прилив энергии. Переработка завершена. Ля-ля-ля. Вы больше не хотите есть. Вы про... Что? А вы больше не хотите есть? Вы... Вы больше не хотите есть. Вы просто пшите здоровьем, капитан. Теперь вы чувствуете прилив энергии. Эприл больше не просит суп. Пока что. Эприл почувствовал пролив сил сегодня. Малыш в порядке. Супа достаточно. Малыш чувствует пролив сил сегодня. Дети в ясном сознании. Всё хоро... Бля, они очень страшно выглядят. Это вообще как будто... Бля, паук! Погоди, погоди. Мы же это, разобрали? Ооо, мы можем что-то и сделать. Мы можем сделать носок. Можем сделать аптечку. И можем создавать уже суп. Я думаю, первым делом мы создаём... ТРИ ДНЯ! ДВА ДНЯ! Один день. Давайте аптечку. Давайте аптечку. Капитан, это просто великолепно. Сканеры нашли контейнер, который дрейфует в космосе поблизости от нас. Интересно, что внутри? Что будем делать, капитан? Попробуем затянуть контейнер на борт. Оху его знают. Не, не будем рисковать. Мы просто нахуй летим. Я не хочу этого. Я хочу выжить, в отличие от вас, дебилы, блин. Всё, погнали. Так. Погнали. Таинственная игру, с которой вчера засекли сканеры, уже далеко от нас. Вы упустили шанс погрузить его на борт. Может быть, это была ловушка. А может быть, наше спасение. Вы никогда не узнаете. Может быть, это и к лучшему. Одно я знаю точно. Здесь мы точно не одни. Малыш по-прежнему предан вам. Ди Ди продолжает выглядеть как человек в ясном сознании. Окей. А, кстати, тут вообще мало было написано сейчас. Ух, что? 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 А что? Это как? А что тогда хрена там? Так, что-то мне это не нравится. Что-то у нас пош... Охренеть. Капитан, проснитесь. Мы приближаемся к такому небесному телу, похожему на Луну. Но, по-моему, это маленькая планета. Запускаю быстрый сканер. 96, 98, 100%. Сканирование завершено. Так и есть. Маленькая каменистая планета. Органические формы жизни отсутствуют. Однако, там постоянно что-то движется. Странно. Мои сканеры показывают какие-то пещеры. И скальные образования внизу. Капитан, если вы хотите благополучно приземлиться на этой планете, вам придется устранить небольшую неисправность. В нашей системе управления. Потому что сейчас мы даже... А, то есть... А, нам надо что-то сделать, чтобы мы подлетели к этой планете. У нас один выбор. Стрелять. Во что? Объясни мне, во что мы будем стрелять. Огонь. Не поможет. Мне, 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 если честно кажется, что надо использовать руководство. Типа, мы прочитаем, типа, поверните на 190 градусов руль, потом включите отопление, потом поверните налево, потом пукните в трубу для газов. Смойте туалет, включите свет, помойте душ, и вы подлетите к планете. Ну, допустим, там что-то вот это было, и мы подлетим к нашей планете. Всё. Так, никто ничего не хотел. Да погоди ты. Да я понял. Так, так, так. Подлетели. День 12. РОБОТОФУ. Задачи выполнены. Найдите подходящее место для приземления. Задачи обновлены. Подобная информация в разделе задач. Примите пять... Охуеть. Коммуникатор сдох. Что, что? Что тут красное? Примите решение. Бортовой журнал. Охренеть, у нас всё нахрен сломалось. Но мы приземлились. Так, все вроде живы, да? Но все хотят жрать. А у нас сколько супа? Восемь. Ладно. На этом, наверное, всё. Вы сами знаете, где же поставить лайк. Тем более, где подписаться. А с вами был Владжер. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok